Всем большой привет, ребята! Меня зовут Карина Аракелян, и сегодня со мной кто? Всем привет! Я Полина, и я заболела. И я заболела, только я уже начала немножечко выздоравливать, а вот Полина нет. И буквально сегодня я поняла, что немножечко приболела. И так как сегодня мы, так сказать, долечиваемся до конца, Полину я сегодня уже вылечила. Если что, я выкладывала в TikTok, как я порадовала Полину приятным подарочком. Сегодня мы решили сделать друг другу макияжи. Только не просто какие-то макияжи, а мы сегодня, точнее прямо сейчас узнаем, кто будет делать макияж с открытыми глазами, то есть обычный, а кто будет делать макияж с закрытыми глазами. То есть либо Полина мне делает с закрытыми и не видит, что она там не мазюкает, а я с открытыми и показываю свои навыки, которых абсолютно нет, как бы. Я тоже! В общем, сегодня мы посмотрим, возможно, немножечко посмеемся друг на друга. Не забывайте ставить лайки, что делать дальше. Подписываться и колокольчик жать, и комментарии еще. Да, это обязательно. Смотрите, у нас есть вот такая вот коробочка, внутри которой огромное, ну не огромное количество, а просто записочки, которые я заранее подготовила. Пять записочек, где написано открытые глаза, и пять записочек, где написано закрытые глаза. И прямо сейчас мы с Полиной по очереди вытянем. Точнее нет, давай-ка я доверю это дело тебе. Ты вытягиваешь одну записочку, и дальше уже будет понятно, как крашу тебя я. Так, я вытащила, что я крашу тебя с открытыми глазами. С открытыми глазами, получается, мне даже вытягивать не надо, соответственно, чтобы вы понимали. А ну-ка, дай-ка, представь, если бы я тоже вытянула. А вот у меня попалось с закрытыми глазами, так что, ну, можно было даже не вытягивать, так понятно. В общем, записочки зря писала. В общем, нужно было просто на суефа скинуться, да, кто с открытыми глазами. Ну, в общем, я решила заморочиться. Не страшно, Карина, ты мне не выколешь глаз? А ты, Полиночка, мне не выколешь глаз? Ты, в общем, Полина меня, кстати, еще никогда не красила. А ну-ка, как ты думаешь, насколько баллов из десяти ты сможешь меня хорошо накрасить? Не знаю. Ты, мое солнышко, все, Полина заболела сейчас. Она просто давно хотела меня накрасить, поэтому я думаю, что у нее получится. А также я тебя навозилкую сегодня. В общем, прямо сейчас мы передвигаемся с Полиной в очень красивое местечко, в потрясающий уголок моей комнаты. Это туалетный столик, где недавно Полина с моей лучшей подругой сделали уборку, потому что я была на сномках. Ну и, в общем-то, в эту коробочку, которую мы только что опустошили, Полина сложит косметику, которую мы будем использовать сегодня. И я, и Полина. Погнали вместе со мной. Мы можем начинать. Сейчас Полина будет выбирать, чем же ей удобнее пользоваться из моей косметики. Внимание, сначала продемонстрирую вам свой столик. Давай сначала поймем. С выключенным светом круче? Да, мне кажется, да. Это все я прибирала. У нее тут был взрыв. Внимание, мой туалетный столик. Посмотрите, как тут убрано. Полина уже изучила всю мою косметику. Я, если честно, не знаю, чем я вообще смогу пользоваться, потому что все из этого не мое. И то есть моя косметика в моем туалетном столике. Карина мне запретила выбирать из своей косметики, чтобы было сложнее. И, ребят, сейчас я буду все рассматривать и смотреть, чем я все-таки буду красить Карину. Давай. Так, первое, что вообще нужно для любого макияжа, это увлажнить кожу. Для того, чтобы увлажнить кожу, мне нужен какой-то увлажняющий крем. А крема у меня вот тут. Вот это голубенькая баночка, это коллаген. А вот эти вот две коробочки прикольненькие, кстати, недавно с ними познакомилась. Это тоже витаминные всякие штучки для лица, так что ты их можешь взять за основу, если ты хочешь. Так, а это и есть просьба, да? Основа. Ну, обычно, да. Я обращала внимание на то, что визажисты очень часто используют вот этот коллаген в качестве основы под макияж. А ты мне не подсказывай. Все хорошо, я молчу. Ты мне уже подсказала? Ладно, я беру эту основу. Одна подсказка, больше нельзя. Давай, дальше сама. После этой основы мне нужна другая основа. Я видела у тебя. Ладно, обойдемся без другой основы. Возьмем эту. Теперь нам нужен тональный крем. Это тональный крем? Да, это тональный крем от Бобби Браун с SPF, с защитой от солнышка. Так. Дальше мы берем консилер. Консилер. Для твоей кожи. Для моей кожи. Такая Полина все изучила, посмотрела. Она у тебя не проблемная, но консилер все равно понадобится. Консилер у тебя прямо перед носом. Даже подписчики, я думаю, уже увидели. Да, вот он. Это у нас... Naked, Urban Decay. Нейкед. В каком языке я разговариваю? Теперь нам нужно сделать контуринг. Так, все. О, отлично. Мы берем вот эту палетку и теперь мы берем для нее кисть. Все кисточки возьми, которые тебе нужны. Они как раз у тебя вон перед носом. А я по порядку буду, чтобы не забыть ничего. Для контуринга нам нужна эта кисть. Чтобы растушевать тональную основу и консилер, нам понадобится спонж и кисть. Вот эта самая грязная, поэтому я думаю, что она уже основа. Нам нужны румяна. Которых у меня, скорее всего, нет. Потому что румяна я не использую. И ты можешь взять, если хочешь, из своей комнаты. Мне так неинтересно. Неинтересно? У тебя есть вот эта палетка. Так. Тут есть красный цвет. Ты хочешь тут использовать эти румяна? Да. Прикинь мне, с закрытыми глазами как будет. А ты тоже будешь выбирать с закрытыми глазами. Нет, я твоей косметикой буду пользоваться. А, да? Да, то, что ты выбрала. Ну, еще сложнее, значит. Чтобы я продукты запомнила. И для этих румян я беру вот эта вот. Она красная как раз. Наверное, она и румяна. Так, теперь мы выберем тушь. Это келлер. Угу. И я беру эта тушь. Да, эта тушь. Я не могла ее открыть, когда она была новая. И с вами откусила. Так, сейчас я посмотрю. Это все тушь? Это все тушь. Сейчас я посмотрю, у них какие кисти. Вряд ли подойдет, потому что... Почему ты так думаешь? Какая-то она страшная. Большая. Это тоже... Это моя любимая тушь от Сифора. Так, а это вот... Это очень хорошо удлиняет. Да. Ее берешь? Да. Все, давай, складывай. Я не знаю, по каким принципам я выбираю. Все они хорошие. Интуиция, интуиция. Я считаю, что у меня получится лучше всего этой накрытии. Кстати, Полина, чтобы выздоровела, я ей вот этот букетик подарила. Посмотрите, какой красивый. Очень мило, у Карины ссылка в описании на ее тикток и на мой тоже. Там есть эти цветы, как она мне их дарит, моя реакция. Давай дальше. Я тебе буду делать тени. Это вроде палетка. Да, это классная палетка. Да. Тут и шиммер, и лайнер, хайлайтер, и база. Полин, ты морешь? Ребят, над нами в этом ролике вы уж точно будете угорать. Кстати, посмотрите, это моя новая татуировочка. Прям совсем кстати. Давай дальше. Так, я тебе хочу накрасить губы, поэтому я беру увлажняющий. Бальзамчик. Бальзам. Игеническая помадка. И я беру какую-нибудь помаду. Помадами я, кстати, очень редко пользуюсь, поэтому я думаю, что ты тут сможешь найти, но не те, которые я использую. Ты хочешь красную, Полина? Нет, я боюсь, потому что я знаю, что ты меня захочешь тоже потом накрасить красной помадой, и что-то я не хочу рисковать. Ой, вот эта нюдовая. Да, хорошая. Покажи-ка подписчикам. Можно ее и взять. Да, очень классный цвет. Чувствую себя каким-то бьюти-блогером. Бьюти-блогером. Ребят, пишите в комментариях, в чем мы ошиблись, нам будет очень интересно почитать. Я, ну типа, я крашусь сама себя вроде бы нормально, но я не, ну типа, я пробовала красить Арину, Каринину подругу, и в рост бы получилось нормально. Это мой любимый хайлайтер. Видно? Угу. И для хайлайтера мы берем кисть. Для теней-то ты хоть кисть взяла? Точно, для теней. Я возьму вот эту кисть, самую маленькую, и потом узнаете зачем. Вот этот тоник разрешено использовать, потому что нужно будет перед этим уложнить личико. Я возьму термальную воду. Термальную воду? Зачем она тебе? Ладно, не надо. Я возьму тоник, но он какой-то слишком большой. Ну, ты его поставь просто на место, и все. Его можно будет использовать, но он в коробку вряд ли поместится. Я возьму на всякий случай еще ватки. Может еще сыворотку какую-нибудь взять? Как хочешь. Витаминная сыворотка. Супер. Я возьму ее. Давай. До макияжа я тебе сделаю. Давай. Так. Вспоминай, может быть что-то еще нужно? Да. Это для губ. Да, это карандаш для губ. Как раз таки очень подходит по оттенкам. Все? Нет. Надо что-то еще. Потому что как-то у тебя косметики много, а взяла я... Ну, как бы я много. Это очень блестящие тени, кстати, от Бобби Браун. Ты не представляешь, как они сверкают. Их тоже можно использовать в качестве хайлайтера. Придумала, для чего я их использую, потом увидишь. И, наверное, последнее, что я возьму, это будет гель для бровей. Молодец. А то я думаю, вспомнишь, не вспомнишь про брови. Брови я, кстати, не крашу. Поля это знает. Они у тебя так черные. Ну, темненькие, да. А, но они потому что сделаны. Э! Они не сделаны. Там ламинирование. Соколы меня держишь. Э! Все, выбрала. Я готовила наш бокс, как Карина говорит по ее сленгу. Вот такая вот коробка с косметикой, которой я накрашу Карину. Ну что? Мы приступаем. Поехали. Тем временем, да, я натянула повязочку. И напоминаем вам о том, что нам можно пользоваться только косметикой из этой коробочки. Шариться. Да, и вот этим вот тоником мицеллярной водой. Моей, кстати, любимой от Dolce Milk. Ну что, Полечка, мы можем приступать. Я тебе не подсказываю. Говоришь только ты. Я комментирую. И у нас есть вот такое зеркальце. Если ты не видишь или я не вижу, я могу вот так смотреть, чтобы от вас не отворачиваться. Хорошо. Так, первое, я сразу предупреждаю. Меня это критиковать никак не надо, потому что я не профессиональная. Я сама училась краситься. И мы снимаем, чтобы вы нас пообсуждали. Да, ну типа я не умею красить. Мы не профессиональные визажисты, так что знайте это. Я думаю, что наши подписчики и так в курсе. Так, я беру тоник и сейчас я протру лицо. Многие говорят, что его смывать надо, но нет. Вот. У Карины были нарощенные ресницы, и у нее они все выпадают. Что-то меня они так раздражают. Ее снятие ресниц не могу сделать, потому что мне лень. Как бы пускай сами выпадут, потом... Я же не могу просто, они у тебя на глазу, аж. Давай я уберу. Все, я протерла лицо, смывать мы ничего не будем, потому что это тоник. Мусорное ведро мне нужно. На пол кидай. Так, далее мы впитываем этот тоник прекрасным образом. Ой, господи. Мне кажется, это будет видео под названием Кринж макияж от Полины и Карины Аракелян. Учимся краситься, это будет видео. Так, теперь мы берем тоник. Ой, не тоник. Сыворотку под макияж. Она не под макияж, но сделаем вид, что... Ну, сделаем вид, что она под макияж. Я знаю, как выносить сыворотку, ребят. Вы в курсе? Полининым рукам я доверяю. Если визажист так делает, я не особо люблю. Люблю, когда все вот так вот кисточкой аккуратненько делают. Полина может меня трогать лапой. Тебе разрешено. Курина очень мягкая кожа, я в шоке. Прям такая. Ты меня первый раз красишь? Приятная, да. Макияж ты какой будешь делать? Нюдовый? Какие тебе так визажисты? Полина! Так, нюдовый макияж делаешь, легенький. Да. Все, я в нем сегодня пойду на шопинг. Так, научи меня вот этим пользоваться. Ты берешь. Аккуратненько. Тебе можно пальчиками, я разрешаю. А визажисты делают это кисточкой. Берешь совсем чуть-чуть и наносишь на лицо похлопывающими движениями. Да, вот столько достаточно. Он очень хорошо впитывается и витаминизирует кожу. Насыщает ее. Снова выучила. Давай. Очень приятно, кстати, вот в этой баночке с коллагеном есть такие маленькие беленькие шарики, которые при нанесении на лицо в совмещении с этим гелем растворяются и придают очень приятный запах. Для меня это и массаж для лица еще от Полины. А я знаю, кстати, меня мама учила, надо к вискам, короче, чтобы не стареть. Спасибо, Полин, я же уже такая старая. Ну, что, заранее надо. Давай дальше. Надо было вентилятор сюда поставить. Да. Давай. Так, теперь мы берем тональник и мы берем кисть, которую я взяла для тональника. Я наношу на запястье. Я не комментирую, Полина. А что, так нельзя? Нет, я не знаю, можно или нет. Я ничего не подсказываю, я тебе уже когда-то косметику выбирала, подсказывала. Так что давай, делай. Я тебе доверяю. Я не знаю, правильно ли я все делаю, но мне кажется, что нет. Да нет, почему правильно? У тебя визажисты также красили? Все по-разному на самом деле меня красят, Поля. Я вообще люблю растушевывать тональный крем по лицу с помощью спонжика. Я вообще смотрела видос Андрея Петрова, короче, где он пришел проверять мастера, который делает ужасный макияж. И она говорит, никогда не видела визажистов, которые делают и наносят тональный крем с помощью кистей и спонжиков. Это неправильно, если вы таких визажистов встретили. Да, я видела только пальцами, ребята. Особенно не мытые, после колбасы. Почему именно после колбасы? Я просто сейчас колбасу ела, но я помыл ее руки. А, поняла. Спасибо, Полин. Был бы у нас колбасный макияж твой сегодня. Короче, это выглядит пока что так, но это будет потом нормально, надеюсь. Я слышала, что шею... О, молодец. На шею, правильно. Мне очень понравилось, что Полина взяла немного тонального крема. Я очень люблю, когда тональный крем нанесен легонечко и небольшим, не тонким... Полина. Не толстым слоем, точнее. Называется «Прибьем Карину челлендж». Я, ребята, визажист. Сколько бы ты взяла за такой макияж, если бы я работала визажистом? Карина, ты сама как думаешь, он бесценен, только избранным делается. Как, тебе нравится, как тон на мне ложится? Да, тебе очень идет этот цвет. Оттенок. Так, теперь я беру контуринг. Куда наносится, по твоему мнению, контуринг? Как ты думаешь? Не думаю, а знаю. Я знаю, что надо чуть выше скул нанести. Потом сюда. Не сильно темный, ты взяла Полин. Нет, я растушую. Ой. Мне кажется, это Полина мне с закрытыми глазами делает. Теперь я беру кисточку чуть меньше и делаю контуринг носа. Полина. Это что? Во, идеально. Полина! Да ладно, сейчас я растушую. Я похожа на, не знаю, на куклу-брат. Да, и растушевывать надо, бив Карину по лицу спонжем. Если бы ты была визажистом, я бы к такому пришла и обязательно бы начала снимать, чтобы потом выложить в сториз. А ты сейчас что делаешь? Снимаю. Будешь потом жаловаться. Это называется «Разотрем тональный крем напрочь и прихерачиваем Карине коричневый цвет». Я забыла про консиль. Полина! Снимай, блин, визажист от бога. Наверх. У тебя лицо сложное. Почему оно сложное? Ты с этим макияжем поедешь? Я посмотрю, как ты его сделаешь, Полин. Если я не буду похожа на Чиполина. Карина Ракелян, Чиполина, макияж от Полины. Все, макияж готов. Карина, блин, я еще не начала. Это все была подготовка. Теперь смываем и делаем макияж. Ой, фух, я устала. Теперь мы берем... Ребят, я не могу. Чисто две сестры. А, румяна! Румяна, молодец. Из палитры теней от NYX. Возьмем розовый цвет. Какисточка-то для румяна. А, не забыла, молодец. Покажи, какой цвет ты хоть наносишь. Красный самый. Полина! Зачем мне наносить? Как я, у меня-то красный нос из-за того, что я болею. У тебя будет просто классный. Сейчас свет включим, и там такой клоун. Не напугаемся. Я пока подойду поближе, посмотрю на себя, и подписчики посмотрят, как выглядит макияж. Нормально пока что. Ну, я надеюсь. Давай дальше. Теперь я буду пеллер. Давай я сама. У меня для этого есть зеркальце, чтобы Полина мне не выдрала мои нарощенные... Для стрессовой ситуации у меня есть вода. Прижимаем чуть-чуть реснички. Я вообще келлер, кстати, не использую. Полина любит ее. Красим глаза. Прокрашиваем. Что мы сейчас? Нижние ресницы. Ой. Ой! Что? Полина, не пугай. Ну, не так плохо, в принципе. Все отлично. Так, и нижние теперь. Давай. Хорошо, что я взяла ватные диски. Теперь я могу то, что я немножко... Подпортила, испачкала. Вытереть. Ты приносила консилер, Полина. Ты хочешь его стереть сейчас под глазами? Да. Полина, я тебе знаю, что скажу. Ты мастер своего дела просто. Нанесла то, чтобы потом все тени осыпались на ресницы, да? Я знаю. Что ты знаешь? Я мастер своего дела. А? Э, все, я подправила. Полина! Что это такое? Все, оставляй так. У нас будет кринж-макияж. Да сейчас прям наверх. Не моргай. Наверх. А, то есть мне уже запрещено моргать? Смотри наверх. Смотрю наверх. Нормас? Да. Так, наносим блеск бальзам для губ, потому что они у кого-то сухие. Так, и пока у нас впитывается бальзам, мы будем делать тени, которые все осыпятся на ресницы, крашеные уже. Красота. Рассказываю, почему я взяла самую маленькую кисть, потому что я решила сделать Карине макияж, похожий на мой, а я делаю, подвожу, то есть тенями глаза, коричневые. А на века не наносишь тени? Не, но только светлые, такие чуть-чуть. Когда выстрелили, мы с Кариной пойдем гулять. И снимем тоже для вас видос. Мы гуляем наверх? Нет, там будет сюрпризик один. Карина, день сюрпризов. Это для меня сегодня, блин, день сюрпризов. Такой макияж потрясающий. Ты сама предложила, я сидела себе, болела. Ну ты меня давно же хотела накрасить, вот покрась. У меня напряженное состояние. Так, осталось-то у нас что? Совсем чуть-чуть? Ты решила тени растушевать спонжем? Или подтереть лишнее? Подтереть лишнее, чтобы еще подпортить. Так, теперь мы берем гель для бровей. Так. Который мы укладываем брови. И у тебя осталась подводка для губ. Хайлайтер. Хайлайтер. Кисточкой нанесешь? Нет, пальцами так же лучше. Полина взяла кисточку, которая наносила тенью. Нет, я ее не наносила. Зачем она коричневая? Я не знаю, почему они коричневые. И мы забыли самое главное. Мы берем эти светлые кисточки. Мне показалось, или они выпадают? Да, они выпадают. Кырин ты! Нормально, я купила, блин, тени за 3000, прикиньте? Которые просто вот так берут и выпадают. Это что такое? Ты в уголке глаз решила блесточки сделать? Да. Прикольно. Так что-то мне подсказывает, что надо тени подрастушевать. А что первое надо? Подводку для губ или саму помаду? Подводку для губ. Но можно просто помаду без подводки. У меня и так большие губы, ты решила мне их увеличить, да? Да. Я захожу немножко, чтобы визуально увеличить наши губы, которые так огромные. Блин, я похожа на обезьяну сейчас, мне кажется. Какой обезьяна? У обезьян такие эти. Ну и что поделаешь, такие губы у тебя. Ну вообще-то без подводки они нормальные. Нифига, ты красиво так-то сделала. Ты удивлена, да? Да. Кроме губ все супер. В смысле? Все? Макияж готов? Да. Может, стрелки тянутся? А, все, ты не взяла подводку. Итак, ребятки, внимание, вот так вот выглядит макияж, который мне сделала Полина. Мне кажется, подводка губ лишняя. А я тебе говорила. Мне кажется, цвет помады просто не тот. Ладно, с этим макияжем, конечно же, иди сюда. Я не выйду, настало время сложить все в коробочку. Ну, помогай мне, потому что сейчас я по эту повязку быстренько надела на глаза и буду использовать все для макияжа с закрытыми глазами. Внимание, Полиночка, тебе предоставляется ватный диск из этой коробочки и мицеллярная вода. Ну что, подстерла? Да, я сняла макияж, ребята. Не пугайтесь. Эээ, ты очень красивая без макияжа. Спасибо. А еще одна повязка есть, чтобы ты свои волосы убрала или в хвостик соберешь? Вот ободочек в виде чертика. Нет, какой чертик? Все, пусть так. Так, хорошо. Итак, я опускаю повязочку на глаза. Так, я начну с тонального крема. Давай, ладно, подавай. Хотя нет, я буду сама дотягиваться, а то так неинтересно. Ты же мне сама все подаешь. Я нащупываю вот тональный крем. Держи крышечку. Это что за звуки? А, это батареи. Так, ладно, батарея пошуметь на заднем плане чуть-чуть. Так, я надеюсь, я правильно наношу. Давай свое лицо. Короче, я должна везде нанести, так я понимаю, тут подбородок. Ты мне зубы накрасила. Зубы накрасила? Так, наношу на носик. Это глаз. Это глаз. Извини. Так, я чуть-чуть взяла тональника, чтобы было аккуратно. Беру палетку Никс, правильно? Я беру кисточку. Вот эта подойдет. И выбираю цвет, допустим, вот этот. Очень нюдовый. Да, нюдовый. Закрывай глаза. Аккуратненько наношу тени. Аккуратненько, нюдовый тени. Растушевываем их чуть-чуть вверх. Берем еще раз этого цвета. Это тот же? Ну да, я вроде туда же тыкую. Так, тени нанесли. Теперь накрасим губы. Теперь накрасим губы. Так, губки накрасили. Поля, размашь. Помоги мне. Вот так сделай. Теперь наносим контуринг. Это легко. Большая кисточка. Вроде сухая. Тональник крем-то я не наносила. И делаем контуринг. Так, я беру гель для бровей. И аккуратненько их укладываю. Так, нам осталось... Ну что поделаешь? Это, я так понимаю, хайлайтер, да? В руке блесточки по бокам. Ну и, в принципе, наш макияж окончен. Я могу снимать повязку? Глаза еще закрыты. Я подправлю свой макияжик. Это что я сделала? Блин! Гель для бровей. Охренеть, гель для бровей черного цвета. А тени нюдовые такие вообще просто. Синяки под глазами. Нужно подправить прическу. И все. И идти на обложку. Да, да, да. Вот так мы фоткаемся на обложку, ребят. А вот эту позу прекрасную вы могли увидеть на обложке. Сто процентов. Итак, слушай, Полин. Твой макияж очень даже симпатичный. По сравнению с твоим. Прости меня за это, пожалуйста. С закрытыми глазами я за себя не ручаюсь. В следующий раз, ребятки, если вы хотите, мы с Полиной поменяемся местами. Я Полине буду делать макияж обычный с открытыми глазами. А Полина мне уже с закрытыми. Чтобы мы были квиты, и я тоже пострадала. Не так, как сегодня, конечно. Но так как Полиночка пострадала на сети. Ой, жаражный, ребёночек, зараза. Полин, всё. Я разрешаю тебе сейчас выть макияж, как только попрощаюсь с подписчиками. Вот такие вот мы с Полиной получились красотки. Надеемся. Нам удалось поднять вам настроение. И говорю вам огромное спасибо за то, что посмотрели это видео до самого конца. С вами была Полиночка Аракелян, которая сейчас будет смывать этот макияж. И Карина Аракелян с красиво подведёнными губками. Да, Карина! Нет, если бы не подводка, на самом деле я бы оценила макияж как по десятибальной шкале. Ну, на девяточку точно. А так семёрочка из-за губ. Так что получилось неплохо. Спасибо вам большое за просмотр. С вами была Карина и... Полина! Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok